всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале хочу сегодня сделать расклад не помню кто предложил который называется как изменится жизнь если я перестану оправдывать ожидания других людей и стану неудобный да то есть если я перестану подстраиваться по других людей вот три позиции начиная с голубенького камешка половина на греческом половина на русском начиная с первой позиции которая является голубеньким камешком 2 красный и 3 зеленый тайм-кода есть в описании к этому раскладу что я хотела сказать что-то хотел сказать а в описании есть ссылка на как этот на обжимой на мои расклады на список моих раскладов я не помню как я помню до список моих раскладов вот там я добавила значит новый лист на 2022 год и вот и там сможете в таблице посмотреть расклады которые у нас будут на следующий год когда они будут появляться несчастные когда будет появляться вот и в разделе плейлисты я добавила плейлист на новый год на 2022 это так и называется сам развитие 2022 год ну то есть разделила просто предыдущие расклада тех которые будут в новом году но это так на всякий случай и есть плейлист который я назвала рубрику хочу все знать да это вот там будут у нас пятничные расклады так мне кажется этой но если я вспомню что я еще что-то хотела сказать я вам обязательно скажу колода небо и земля николета чиколи и мы с вами приступим позиции номер один голубенький камешек сначала я хочу посмотреть почему вы подстраиваетесь под других людей а потом я сразу посмотрю что будет если вы перестанете это делать то есть сначала ваша потребность да либо ваша привычка сценарий да когда вы подстраиваетесь почему вы подстраиваетесь под других людей либо для чего вы подстраиваете для других людей ну смотрите здесь изначально есть ощущение того что вы хотите как-то просто себе упростить жизнь да чтобы не было каких-то трудностей сложности в плане вашего психического состояния то есть вот хочется как-то знаете какого-то спокойствия и умиротворения в душе и поэтому вам проще как-то вот избегать каких-то конфликтов трудностей любых эмоций негативного плана почему потому что они выбивают вас из вашего равновесия вам потом очень сложно восстановиться очень долгий период проходит на то чтобы это было поэтому ваша потребность во-первых это с одной стороны вы хотите чтобы было общение чтобы было как-то все легко да вы хотите нравиться другим людям вы хотите знаете какой-то вот непринужденности что ли простоты в общении то есть сообщение она для вас важно и с другой стороны есть какая-то знаете такая неуверенность маленького ранимого чувствительного ребенка который не знает как защититься и поэтому не знаете чтобы как-то это какой-то защитный механизм чтобы оберегать себя от той ситуации когда я я маленький ребенок я не взрослый я не знаю как мне правильно общаться я не знаю что мне сделать чтобы меня не ранили потому что знаете защищение того что взяли бросили маленького ребенка в какой-то животный мир и вот ему надо как-то выживать в этом мире и единственное что он понимает это вот когда я буду знаете как-то не то чтобы подчиняться другим людям а вот когда я буду их ублажать в какой-то степени до удовлетворять и какие-то потребности тогда на меня никто не будет кричать да тогда никто не будет на мне срываться и мне тогда будет проще то есть вот здесь чисто защитный какой-то механизм проходит и вот и по аркану звезды здесь еще знаете такое ощущение что хочется знаете вам общение такого чтобы она была искренняя настоящая и душевная какой-то вот но из-за того что этого не получается вот присутствует все время какая-то какая-то разница какое-то расстояние между вами и другими людьми и вы хотите еще знаете вот какой-то у вас есть видение идеала не знаю какая-то вот утопия реально утопия почему потому что ну вот у вас есть представление как люди как-то вот должны общаться между собой как взаимодействует что знаете вы каждый открытый даже если что-то не нравится открыто про это говорит ну примерно но вы знаете как то вот понятным таким языком вот какая-то доброта присутствует то есть идеализируете какие-то вещи возможно идеализируете людей в некой степени вот и поэтому знаете одеть вот эту вот маску здесь еще и маска некого такого хладнокровия да когда вы одеваете ее на себя но это опять-таки защитный механизм я лучше всех буду держать на дистанции да то есть вот мне так удобнее и проще то есть не только подстраиваться под других людей но еще и как-то вот держать всех людей на дистанции вот это ваши потребности да поэтому это вот причина почему вы как-то угождаете другим людям да либо как-то вот хотите соответствовать здесь знаете вот не хватает вот этого вот признание внимания какой-то вот оценки но это все связано с тем что пашкубка выпадает до что где-то в душе вы какой-то вот такой ранимый чувствительный беззащитный ребенок у которого знаете самая главная ценность это именно эмоции и чувство любви вот очень глубокой такой любви и все что вы воспринимаете если так можно сказать да ваша иллюзия восприятия она идет через призму эмоций через призму именно состояние любви такой вот знаете не знаю понимание что ли доброты и когда вы этого не получаете ясное дело что мир он не такой уж и добрый да то здесь идет вот как-то знаете не состыковка что ли вы раните себя об других людей поэтому вам проще вот это это ваш какая-то модель такая поведение до адаптация что ну так будет проще так будет проще хорошо что будет если вы перестанете соответствовать ожиданиям других людей да если вы перестанете быть удобным что будет хочется мне сказать вы не поверите да почему такая фраза идет потому что все будет не так как вы хотите я имею ввиду ну то есть будет все намного лучше выпадают два великих аркана аркан мага и аркан силы и двойка кубков то есть чтобы если вы перестанете оправдывать ожидания других людей вы найдете внутреннюю гармонию на вот этот вот пашкубков ранимый ребенок он в конечном итоге успокоиться на то есть вы найдете какое-то внутреннее удовлетворение от самого себя знаете здесь не удовлетворение даже уважение какое-то вот вы как будто бы себя начнете уважать просто потому что все делаете так как вы хотите то есть знаете вот этот идеальный мир который вы себе создаете во внешнем во внешнем как-то мире да то как вы его хотите видеть то как вы его хотите воспринимать вы этот идеальный мир откроете в себе внутри что внутри вас вы здесь как будто бы знаете ваш взор от внешнего мира он обернется внутренней то есть ту красоту которую вы ищете доброту человечность какая-то вот это очень приятная энергия ее не знаю как ее описать словами я ее ощущаю но вот это вот трудность в переводе ощущений на человеческий язык это знаете когда может быть такая картинка идеальная где некого такого клана да где все люди живут как-то вот по своим стандартам доброты и уважения да когда вот действительно все происходит когда младшее поколение уважает старшее поколение прислушивается не потому что она боится либо потому что есть такие правила какие-то а потому что это действительно это искренняя то есть вот это вот искренность вот нашла я это слово, вы начнете себя уважать, вы увидите внутри себя, знаете, вот как-то полюбите себя с точки зрения, что есть вот эта вот искренность и честность, и от этого вы начнете себя уважать, то есть вам, это ваша природа, да, быть честным человеком, но когда вы соответствовали ожиданиям другим людям, вы понимали, что где-то вы себя предаете, вы себя обманываете, и когда вы начинаете делать то, что вы хотите, вот это уважение, оно появляется, знаете, потому что вам становится спокойно, хочется сказать, да, вот совесть спокойна, чиста, да, я искренняя собой, я настоящая, вот здесь вот про настоящесть и вот про эту гармонию внутреннюю, независимо от того, что там будете вы как-то ругаться, не ругаться, общаться, коммуницировать, там, я не знаю, не соглашаться с кем-то, сомневаться, вас это вообще никак не будет, знаете, волновать, потому что внутри вас будет вот это вот ощущение, что я молодец, какая-то вот гордость за себя, да, что, я не знаю, я себя не продаю, это когда люди, знаете, ложатся спать со спокойной совестью, да, где-то покричал, где-то что-то не так, не идеально, но на душе спокойно, вот, и вот от этого на душе спокойно, вы как будто бы по магу начинаете лучше себя понимать, вы как-то успокаиваетесь, у вас идёт прояснение в голове, да, то есть прозрачность какая-то, всё становится ясным, понятным, как-то проще, вот эти вот маски все спадают, и через эти состояния вы приходите к внутренней какой-то вашей силе, где вы, знаете, вот страхи уходят, здесь обалденное ощущение какого-то, я не знаю, кайфа от того, что, знаете, ощущение свободы, вот, когда я свободен, меня ничего не ограничивает, я сам себя не держу в ежовых рукавичках, да, когда вот как будто бы, знаете, вот расслабился, вот этот вот уздак какая-то, да, ошейник какой-то, который вы постоянно себе затягивали, затягивали, он вдруг, знаете, приходит какое-то расслабление, и, я не знаю, какое-то вот вдохновение, что, ой, как хорошо, да, как спокойно, и это очень напоминает такие моменты, что когда вы устаете очень сильно, то тело чисто физически, оно хочет расслабиться, оно уже не может сдерживать вот это вот напряжение внутри себя, и бывает после рабочего дня, когда вы очень сильно устали, вот вы ложитесь, расслабляетесь, и не важно, кто там что кричит, что там делает, вам настолько хорошо вот это вот внутреннее блаженство, что вы, не то, что вы убегаете от внешнего мира, а вы на него уже никак не реагируете, да, нету сил, нечем реагировать, да, кричат там эти дети или нет, стучат там соседи или нет, там собака гавкает, не знаю, не важно, что происходит, вас это как-то не затрагивает, не потому что вы в игноре, в безразличии, нет, а потому что нету сил сопротивляться, и вот это вот своего рода, знаете, какое-то освобождение, какая-то свобода, вы обретете очень много сил, потому что, знаете, это не то, что появление новых каких-то сил, а это ваша сила, которую вы тратили на то, чтобы поддерживать некий такой имидж, поддерживать некую такую картину того, что вы не являетесь. Это, знаете, как в книжках, либо в фильмах фэнтези, да, для того, чтобы наложить морок на себя, да, чтобы казаться не тем, кем вы есть, вы затрагиваете очень много своего энергоресурса, силы, да, для того, чтобы создать вот это вот про то же самое, да, то есть вы будете, вы затрагиваете очень много сил для того, чтобы где-то смолчать, где-то угодить кому-то, где-то, я не знаю, пойти на какое-то мероприятие, которое вам не хочется, но вы вынуждены, ну, то есть это все затрагивает ваши, затрачивает все ваши какие-то ресурсы, а тут как будто бы вам этого делать не надо, у вас появляется дополнительная сила, то есть вы ее возвращаете оттуда, откуда вы ее, куда вы ее вкладывали, и вот эту дополнительную силу вы можете направить, как раз таки, на реализацию, либо на творение, на что угодно, неважно, но вот здесь вот это внутреннее, прям, ну, очень классное ощущение, прям очень-очень приятные, такие вот комфортные. Знаете, вот хорошо, я не знаю, как это называется, но это смайлик, когда у тебя улыбка на лице, да, там есть такой смайлик, когда у тебя улыбка на лице и красные щечки, такие, знаете, вот когда, ну, хорошо, хорошо, прям, хорошо, еще раз уточню, что будет, если вы перестанете быть удобным человеком на колоде Николеты Чиколи. Так, рыцарь мечей, ну, во-первых, смотрите, вот подтверждение того, что я сказала, вы перестанете воевать, вы перестанете воевать, как-то, знаете, между головой, как будто бы и сердцем, то есть ваша внутренняя война, она прекратится, потому что здесь вот на эту очень много намыслительный процесс, уходит очень много силы для того, чтобы для себя выбрать модель поведения, то есть я сейчас должен что, промолчать, а если я, допустим, подавляю свою эмоцию, то что я потом буду делать, да, то есть потом у вас появляются какие-то другие проблемы, которые вам нужно решать, и вот это вот постоянное напряжение, напряжение, оно забирает у вас очень много сил, вы станете более какой-то, вы знаете, непосредственной, либо непосредственным человеком, вот то, что я говорила про честность, да, как-то вот естественно все будет, ну окей, ну как-то, я не знаю, повел себя глупо, ну и что, зато как-то, вот знаете, пойдете как будто бы своим путем. Здесь такое ощущение, что это вот только ваше восприятие, что что-то потом будет не так. Мне кажется, наоборот, все будет так, как и должно быть. Вы перестанете хитрить собой, вы перестанете сами себя обманывать, вы перестанете ощущать, что вы поп-земли, на которого, вот знаете, как-то все обращают внимание, все за вами следят, все такое, да нет, никто за вами не следит. После того, как заканчивается разговор, о вас никто и не помнит. И вот здесь, вы знаете, как-то вот, я не знаю, то ли ваше еще желание дополнительно будет какие-то реализовываться. Конечно, потому что энергия-то появится, силы появятся, и вам проще будет жить. А как вас люди будут воспринимать восприятие, что вы, ну, устали, вы устали, устали и уходите, уходите от каких-то проблем, сложностей, трудностей. Вы уже не хотите играть в какие-то игры, которые играли раньше. Как-то, знаете, хочу сказать, вышли из сценария. Вышли из сценария и как-то разморозились. Как-то разморозились, да. Перестали держать людей на расстоянии. Ну, потому что вот это вот, знаете, еще и по звезде держать людей на каком-то, знаете, вот границе как-то выстраивать. Это все тоже ощущается. А потом у вас этого не будет, да. Потом вам будет как-то вот проще, к вам и подступиться будет проще, легче. И вы... Здесь как будто бы вот это ваша иллюзия. Но потом вы увидите, что все иначе. То есть дела обстоят как будто бы иначе. Вы себе омрачаете ситуацию. На самом деле она не такая, знаете, сложная, трудная, как вы ее себе представляете. Карты показали так. Так, мы с вами переходим к позиции номер два. Красненькому камешку. Для чего вы проигрываете свои сценарии, да. Быть удобным для других людей, да. Как-то вот подстраиваетесь. Для чего все это делаете? Боитесь каких-то разрушений. Знаете, хотите просто, чтобы все было как-то стабильно. Какого-то постоянства. Да, может быть где-то некомфортно. Да, может быть где-то нету какого-то развития. Но вы не хотите что-то менять. Здесь вы боитесь перемен. Вы боитесь чего-то такого нового. Непонятного для вас. То есть здесь скорее всего как-то адаптироваться. Бать что-то новое для вас сложно. Знаете, сложно не то чтобы адаптироваться, сколько обучаться чему-то новому. То есть вообще процесс обучения, он вам как будто бы сложно дается. То есть проще то, что я уже познал, то, что я уже имею. А тут получается так, что если я буду делать, допустим, так, как я хочу, то мне придется взять ответственность за это. А мне как-то не очень-то и хочется брать ответственность. Ну, например, да, знаете, бывает какой-то скандал, например, между молодым поколением и более зрелым, да, когда родители говорят, ну не нравится, ведь и живи сам. Вот, и казалось бы, да, окей, я и рад сам жить, но тут ты понимаешь, что ты несешь уже ответственность сам за себя, да, то есть тебя никто не накормит. Тебе надо будет самому как-то доставать где-то деньги, где-то жить, как-то вертеться, крутиться. А тут дома у тебя все удобства. Ну, и ничего, что там, родители кричат, либо там, я не знаю, шумно, нет личного пространства. Зато здесь все известно, все понятно. А так, если я пойду в самостоятельную жизнь, мне надо будет чему-то научиться, да, как-то вот даже элементарно, там, я не знаю, учиться готовить, да, сад, или там, я не знаю, вещи постирать. А тут уже все готово, да, то есть искупался, бросил в стиральную машинку, и за тебя уже все постирает, погладит, и все будет готово. То есть вот здесь, вы знаете, какие-то моменты постоянства, удобства и известности, они покрываются как раз тем, что вы прогибаетесь под других людей, вы стараетесь соответствовать их ожиданиям. Потом, знаете, здесь такое ощущение вот некой такой растерянности, да, когда это происходит. Ну, то есть, если я буду поступать так, как я хочу, я немножко теряюсь, не совсем экологично, потому что, может быть, не можете общаться как-то, не то чтобы общаться, донести свою точку зрения, и вы можете сказать что-то, знаете, очень резко. Как-то вот не то чтобы грубо, а не, хочу сказать, непрофессионально, как-то, ну, топорно, вот, или чопорно, или топорно. Как правильно, чопорно или топорно? Ну, в общем, вы поняли, да, то есть как-то не совсем правильно. И поэтому вам лучше, как, хочется сказать, плыть по течению, нежели против него. Хочу еще посмотреть, еще здесь, почему вам, вам проще, да, проще соответствовать, ну, потому что пятерка пендакли. А потому что у вас сценарий такой, да, знаете, как-то привыкли жертвить. Привыкли, что вас кто-то ранит, привыкли, что за вас кто-то решает, потому что, ну, не уверены вы как-то в себе, то есть, а как я буду, а что будет. Долго думаете, медленно запрягаете, раскачиваясь, вот вторая четверка выпала. Ну, вы человек комфорта, безусловно, да, если надо там что-то как-то вот неожиданно принять, какое-то решение, конечно, вы это примете. Но если есть возможность как-то не нести ответственность, вы это сделаете. При первой возможности, да. Потому что здесь, знаете, как-то вот привыкли, привыкли жертвовать собой, привыкли лишать себя чего-то. Ну, долгое время так жили, и здесь такое, знаете, вот иногда бывает такое ощущение, что, окей, да, я, возможно, хотел бы свободы, я хотел бы что-то другого. Вот, а стоит вам только представить, вот просто представьте, что вы имеете то, что вы хотите. Сразу такая какая-то растерянность, а как я буду себя вести, а что мне теперь с этим делать, то есть я не понимаю. Я неоднократно говорила, приводила этот пример, но он очень такой, знаете, характерный, что люди, которые отбывают большие сроки в местах не столь отдаленных, да, на зоне, когда они выходят на свободу, они понимают, что они не могут адаптироваться в этом мире, то есть им непонятно, им сложно, им трудно. И поэтому большинство из них снова возвращаются в свой незаконный мир и, как следствие, снова, ну, я не знаю, возвращаются на зону. То есть вот плохо, да, но там понятно, там известно. Вот здесь что-то такое. Хорошо, а что будет, если вы прекратите подстраиваться под других людей? Ну вот, если вы не будете удобным, вот что будет, если вы перестанете быть удобным для других людей? Четверка мечей, бездействие, да, бездействие, то есть я не понимаю, что мне делать, как мне жить по справедливости, да, то есть как теперь прийти в баланс? Вы придете как раз-таки к выбору, вы будете находиться, вот то, что я сказала, в неком таком недоумении, в замешательстве, то есть а как, а что? Здесь главный корень заключается в том, что вы просто не умеете делать выбор. То есть вот ваша основная проблема – это то, что я не знаю, а как делается вообще выбор, да, то есть на основе каких критерий, нету навыка выбирать, здесь как-то проще, чтобы кто-то за вас выбрал, да, а потом уже на основе выбора вы уже можете сказать свою точку зрения, то есть вам нравится или нет, но самостоятельно что-то выбрать, да, здесь нету. Вы столкнетесь, знаете, вот с тем, что нужно, а как-то нужно определяться, а как я, вот то, что я сказала, да, а как я теперь буду жить, а что я буду делать, то есть здесь, может быть, это этап какой-нибудь будет, а потом вы все-таки научитесь как-то определитесь, что здесь. Вам придется учиться понимать себя, свои собственные желания, вам придется столкнуться со своими обидами, какими-то травмами, ну, вам сложно будет. Для вас будет казаться, что мир – это вот вообще что-то такое непонятное, как будто бы вы заново родились, и мухи с котлетами все вместе, и я не понимаю, вы все равно захотите убежать, снова вернуться, стабильность, понимаете, вы снова захотите иметь какую-то стабильность. Здесь, знаете, ощущение, что мне нужны какие-то гарантии, то есть вот в вашем понимании сделать выбор – это да, я сделаю, но если у меня будут гарантии, а если не будут гарантии, то я буду оставаться там, где мне понятно. А в мире нет гарантии, в жизни нет вообще никаких гарантий. Но вы вот в эту сторону как будто бы никак не смотрите. Почему? Ну, потому что у вас есть такое восприятие себя, что вы, знаете, такой пахучий сад цветущий, да, что, знаете, такое ощущение, а я просто роза, а я просто цвету, да, я вообще не понимаю, как это за мной ухаживать, что со мной делать, я просто красивая. Да, вы, вот, знаете, вот есть такая категория людей, которые, опять-таки, это не плохо и не хорошо, это просто ваш характер такой, и которым, знаете, вот, а я хочу быть просто, ну, праздник, а я хочу просто праздник, а мне нравится. Это, знаете, очень похоже на… Сейчас я пример приведу, когда есть женщина, которому нравится кулинария, и вот, знаете, вот смотришь там в 12 ночи, и ей пришло какое-то воодушевление, она стала и сделала какой-то очень трудный, сложный обед, какой-то тяжелый, казалось бы, да кто его будет есть ночью? И вопрос не в том, что кто это будет есть, а вот в том, что нравится как-то вот, заботиться о других, вы как будто бы в этом получаете какое-то вот удовлетворение. А если кто-то посмотрит на вас со стороны, например, люди, которым нравится развиваться, как-то ставить себе цели, доказывать, вот они будут смотреть на вас и говорить, боже, какая простушка, в этом заключается вся суть жизни, но для вас это да, да, то есть вот в этой какой-то простоте, да, как-то вот ухаживать за другим человеком, дарить ему радость, чтобы было как-то вот легко и просто, как королева кубков, которая, знаете, вот мягкая, такая покладистая, сидит, ждет своего мужа, я не знаю, с работы, вот это у вас характер такой, и нельзя сказать, что это вот прям, знаете, как-то плохо, потому что вы как-то отличаетесь от других людей. Вообще-то свою точку зрения говорить не надо, да, но я все-таки скажу, что каждый человек со своим характером, он очень важен этому миру, и здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание не на то, чтобы как-то себя изменить, потому что вы так или иначе идете к стабильности, а принять эту черту, то есть не видеть в ней как что-то негативное, что вот я угождаю другому человеку, а понять, почему вы угождаете другому человеку. То есть на самом деле вы не другому человеку делаете хорошо, а вы себе делаете хорошо, потому что вам комфортно, вам так безопасно, вам так спокойно, и не нужно замечать негативного аспекта, ну то есть не то, что не замечать, а акцент делать, а увидите в этом не то, что вы служите другому человеку, а что вы от этого получаете, потому что мы не делаем то, чего мы не хотим. Если вы как-то хотите соответствовать ожиданиям другим людям, значит вам это тоже для чего-то нужно, значит в этом тоже вы видите какую-то свою пользу, пускай она будет негативная, но это тоже какая-то польза. Ну когда за вас берут ответственность, ну окей, что в этом плохого, то есть я хочу быть все время ребенком, я не хочу взрослеть, это ваше право, это тоже ваш выбор, я не умею делать выбор, ну окей, вы уже не одна, много таких людей, которые не умеют делать выбор, я не говорю о том, что вы оставались, внимательно послушайте, я не говорю, что вы оставались незрелыми, я просто всегда говорю, чтобы мы были честны с собой, чтобы мы понимали, кто мы есть, не старались как-то быть тем, кем мы не являемся. И вот здесь вот ваша задача, как раз таки понять, что вы не умеете делать выбор, определяться как-то с вещами, что вам намного проще оставаться в своей зоне комфорта, вам сложно идти во что-то новое, что-то обучаться, опять-таки не то, что вы никогда этому не научитесь, если не поставите себе цель, но есть люди, которые, я не знаю, в школе, всегда в классе найдется тот, кто вообще никогда не будет делать домашние задания, но от того, как учитель скажет, он на лету схватывает всю информацию, а есть люди, которые, я не знаю, сидят там часами, зубрят, зубрят, и не могут, не понять, ну, то есть у каждого же свои способности и навыки, поэтому здесь хочется вам сказать не то, чтобы приободрить, вот смотрите, здесь я сделаю отсылку такую очень важную, потому что мне сделали такое, не то чтобы замечание, а мне сказали, что вот иногда ты как будто бы осознанно уводишь людей в иллюзию, здесь не про это, здесь про то, что я не говорю, что вы не взрослели, я говорю, что вы научились принимать себя, то есть для того, чтобы что-то в себе поменять, надо первично принять и признать, что то, что у вас есть уже, то есть мы не можем пойти дальше, если мы не осознаем, что есть сейчас, потому что вы так иначе будете, ну, как бы так сказать, воспроизводить какую-то вот свою иллюзию, поэтому первично надо принять себя такой, какая вы есть, я не подакиваю вам ни в коем случае и не вожу вас за блудеждение, потому что кто-то, помню, сказал, что надо иногда быть строгой, строгой это не про меня, не потому что я не могу быть строгой, а просто потому, что когда ты относишься к человеку с любовью, да, то у любви есть намного больше какой-то, знаете, вот перспективы, возможности обучать, то есть когда ты обучаешь с любовью, у нее есть какие-то вот, у света, да, есть какие-то свои, я не знаю, какие-то свои моменты, какие-то свои пути, выходы, когда человек обучается, нежели если держать человека в каких-то строгих рукавичках, то есть если я вам буду говорить, что вот вы какие-то такие мягкие, бесхребетные, безответственные, вам от этого пользы никакой не будет, мне хочется, чтобы вам польза была, и польза была от того, чтобы вы увидели вот свою вот эту вот выгоду в постоянстве, переосмотрели, пересмотрели ее, переосознали, и если вы сами пожелаете что-то с этим сделать, то конечно вы это сделаете и без меня, но первично посмотрите на это, не знаю, как-то вот так получилось, вторая позиция, как некая такая лекция, я конечно же извиняюсь, но наверное вот именно в таком формате вам надо было как-то донести эту информацию, как-то странно, знаете, у меня получается из позиции в позиции не как-то однобоко, а вот как будто бы под каждого вот по-своему, ну и информация, она так идет. Хорошо, позиция номер три. Посмотрим сначала для чего вы подстраиваетесь под других людей. потому что вы хотите получать удовольствие, потому что вы хотите получать наслаждение, какое-то, знаете, даже может быть вдохновение для чего, для того, чтобы построить что-то. Может быть, знаете, как-то через других людей взаимодействие с ними вы как будто бы как-то вот наполняетесь и действительно это вас воодушевляет на какие-то, может быть, идеи, на какие-то мысли. Плюс ко всему через других вы оттачиваете какие-то собственные навыки характера своего. А где-то вам просто элементарно это льстит, приносит вот какое-то внутреннее удовлетворение. Люди вас как-то замечают, обращают на вас внимание и вы... Вам это нравится, вы принимаете как-то. Здесь эмоциональный аспект. Ну-ка я посмотрю на этой колоде, для чего вы делаете это. Что вам это дает, когда вы подстраиваетесь под других людей? Вообще, знаете, вот если это профессия, то здесь профессиональный процесс идет намного лучше. То есть вы как будто бы создаете некую такую атмосферу комфорта и удобства. И так намного проще вы добиваетесь своих каких-то целей. Это держит вас в балансе. То есть вы умеете как-то держать баланс. Здесь, знаете, карта показывает о том, что вы, во-первых, получаете реализацию своих каких-то желаний с одной стороны, а с другой стороны вы как будто бы, знаете, через это трансформируетесь. Вы, вот что я сказала, проходите какой-то вот этап осознания, что ли, через других людей. Ну, допустим, я не знаю, есть какая-то ситуация, вы подстроились под другого человека и вы для себя понимаете, что окей, мир, он может быть в каких-то моментах не совсем честный, да, что где-то присутствует какое-то лицемерие. То есть вот как-то, знаете, что-то случается с вами, когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, и при этом вы не показываете себя настоящего. Здесь как будто бы, знаете, вы выводите людей на чистую воду для себя, не для них. Вы как будто бы понимаете, что вот, а люди вот такие, оказывается, да. То есть я не ожидал, ну, например, у вас есть какая-то некрасивая пример, ну, вот он пришел просто в голову, когда вам нужно добить какую-то, ну, получить какую-то, там, я не знаю, подписать документ, и вы заходите в какой-то офис и там сидит такая объемная тетенька, и вы ее просите, она такая, знаете, злая и отказывает. Вы пошли, купили там конфетки, цветочки, немножечко похвалили, комплиментов надавали, одарили эту женщину, и она такая, знаете, вся поплыла, ну, давай, я тебе подпишу документы. Вы понимаете, что, блин, честным путем не получается, да, надо, значит, как-то, я не знаю, хвалить другого, человека, то есть для себя вы делаете какие-то выводы для того, чтобы получить. И плюс ко всему у вас происходит какой-то вот процесс трансформации, изменения в вашем сознании. Здесь вот два момента, да, первое, это приносит удовольствие вам, а во-вторых, вы как-то вот, ну, то есть через достижение своих желаний, а во-вторых, вы меняете в своем сознании, а что именно у вас меняется в вашем сознании? Вы учитесь как будто бы, знаете, отстаивать свою точку зрения, да, где-то как-то защищаться, то есть это тоже своего рода ваша защита. Ну, вы выходите победителем. Ну, то есть вы считаете, что это справедливо, что вот вы как-то держите какой-то баланс, выравниваете. А в чем справедливость? Того, что вы угождаете другому человеку. Здесь вы как-то становитесь сильнее. Да, здесь вы становитесь сильнее, вы понимаете, что, знаете, когда я чрезмерно такой эмоционально чувствительно иронимый, это не приведет ни к чему хорошему, да, что где-то как-то вот эмоции надо свои держать в узде. то есть, знаете, вот как-то человек, когда растрогался как-то, вот посочувствовал, посопереживал, и вы понимаете, что после этого как-то, я не знаю, ощущение того, что нельзя вообще людям доверять, да, нельзя как-то проявлять какую-то жалость. Вот все, что связано, знаете, вы очень чувствительный человек, такой вот, у меня двойки в тройку перешли, такой, знаете, кубковый, но вы не мягкотелый, вы не такой вот, прям, знаете, чрезмерно ранимый, да, вы как-то вот внутри себя это держите, да, но внешне вот такой вот сильный человек, волевой, и иногда бывает так, что как-то вы понимаете для себя, да, что если вы дадите какую-то слабину, то вами будут пользоваться, и вот вы это в себе иногда подавляете какие-то такие эмоции, порывы, что-то сделать хорошее, почему, потому что потом как будто, вы знаете, вот вам садятся на шею, и вы начинаете себя винить, и поэтому здесь вот ощущение того, что вот эта вот вся кубковость, эмоциональность и чувствительность, она, наверное, прекрасна в отношениях, вот, со своими детьми, либо с любимым человеком, а как-то с другими надо быть вот более как-то жестче, что ли, отстаивать свои границы, и поэтому одевайте на себя вот эту вот маску того, что я угождаю другим людям, ну, так и нужно, так и нужно, нельзя быть слишком открытым и доверчивым, здесь про это, хорошо, а что будет, если вы все-таки перестанете угождать другим людям, перестанете, даже не то, чтобы угождать, а соответствовать их ожиданию, что будет, если вы перестанете, солнышко, двойка мечей и суд, здесь у вас будет перерождение, но вот двойка мечей, я не совсем понимаю, но вам будет это страшно, будут всплывать какие-то ваши внутренние страхи, то есть, если вы перестанете соответствовать, то, знаете, как будто бы вот прям с двух сторон, что солнце, что аркан высшего суда, да, произойдет какое-то перерождение, обновление, опять-таки, двоякая такая ситуация, вот поэтому здесь двойственность выходила по двойке мечей, когда вы, кстати, двойка мечей на повторе, когда вы находитесь вот на этой грани, да, держите равновесие, некое, а здесь, как будто бы это равновесие, оно будет утрачено, и у вас будут всплывать какие-то страхи с тем, что я теперь связан по рукам, по ногам, здесь ощущение того, что когда вы кому-то соответствуете ожидания, другим людям, вы контролируете эту ситуацию, а когда вы не соответствуете, вы не будете контролировать, и это будет водить вас в некий такой тупик, вы не сможете получать то, что вы хотите, вы не сможете таким образом реализовать свои желания, а так ли это на самом деле, так ли это, здесь знаете, как будто бы одновременно так и не так, то есть с одной стороны вам просто нужно будет выбирать какой-то другой путь продвижения, развития, вам как-то надо будет выбирать другую модель поведения для себя, знаете какая модель, там где вы сможете себя больше защищать и охранять, то есть бережно к себе относиться, сейчас у вас модель того, что вот я закрываю себя, и мне так проще, да, я контролирую, а тут вы как будто вы будете тогда открытыми, но надо как-то вот по-другому к себе относиться, надо будет больше внимания уделять себе своим ощущениям, а тут как будто бы я и закрыта, да, и никто ко мне там защиту поставил, и никто ко мне не подойдет, а тут защиты нету, и как же, тогда я больше внимания себе должен уделять, то есть вместо вот то, что служило ранее защитой, теперь я должен стать сам себе защитником, допустим, если раньше был какой-то, чтобы вам было понятнее, раньше был какой-то оберег, да, то есть вы его носили и не думали, знали, что есть оберег, он вас защищает, а сейчас этого оберега нет, и вы становитесь оберегом, то есть вы сами себя должны защищать и одновременно делать какие-то другие дела, вам будет некомфортно, вам будет не совсем спокойно, хорошо, а тогда это внутренние ваши эти страхи будут, а тогда почему здесь говорится о перерождении, о каком перерождении речь идет, о перерождении о том, что да, вам тогда будет комфортно, в кайф, удовольствие, то, что вы хотите получать, но у вас будет тогда, знаете, удовольствие есть, но ощущение того, что у меня нет права выбора, здесь какая-то у вас хитросплетенная сценарий какой-то, вот модель какая-то поведения, что с одной стороны, когда я угождаю другим, вы как будто бы проявляете какие-то свои качества, я не знаю, шахматиста, когда все просчитываете, все продумываете, как-то вот свои интеллектуальные способности вы прокачиваете, там защита, там где-то, я не знаю, какие-то манипуляции может быть провести, где-то договориться, где-то что-то понять, вот как-то вы как будто бы мозг свой задействуете, ну то есть уму не скучно тогда, как сделать, что сделать, чтобы получить то, что я хочу, а тут как будто бы не надо будет ничего нигде хитрить, нужно будет просто делать выбор, ну окей, не получилось, значит, надо сделать что-то другое, а тут нет, а где я буду применять свою хитрость, а где я буду применять свои какие-то вот уловки, нет, так не подходит, то есть я не понимаю, да, что мне нужно будет выбрать, то есть, а где мой вот этот вот туз пендакли, да, а где эти возможности, вы как будто бы ощущаете, что теряете какие-то возможности, шанс, упускаете, на что? Ну вот, шестерка, пендакли, здесь интересная шестерка пендакли в колоде, да, девочка сидит и держит за хвосты этих мышей, да, то есть и мыши в принципе никуда не убегают, они, она их, знаете, вот как собаку вводит, да, несколько собак на прогулке, видели, да, за ошейникой, держит, вот здесь как будто так, то есть своего рода манипуляция, защита как манипуляция, нет, наоборот, да, защита как средство манипуляции, а где будет тогда шанс, да, то есть с кем я тогда смогу манипулировать, с кем я могу сражаться интеллектуально, вот ваша основная фишка в чем, для чего вы угождаете, то есть вы как будто вы знаете, играете с другими, вы как будто бы с ними, соперничаете, да, там есть какая-то, вот знаете, конкуренция, кто умнее, кто сильнее, то есть здесь какие-то другие выгоды у вас проходят, то, что приносит вам удовольствие, а по суду, что, тогда надо будет что-то завершить окончательно, то, что перерождение я говорила, что именно, ну вот эти вот все ваши иллюзии, по поводу, по поводу некой такой, знаете, вот изобильности, что ли, по поводу того, что вот все равно есть вот это, что я управляю чем-то, да, и здесь опять-таки луна у нас выходит на повторе, надо будет, знаете, увидеть себя, да, такой, какой вы есть, либо такая, какая вы есть на самом деле, что вы, как будто бы, знаете, вот тот формат общения, который у вас есть, он вам выгоден, да, вы как будто бы имеете в этом первое место, кажется, да, что вы угождаете другому человеку, но на самом деле ваша польза в том, что вы, как-то получаете информацию через других людей, вы как-то вот, здесь какая-то выгода все равно есть, что вы будете в подчиненной какой-то позиции, если вы перестанете быть удобной другим людям, как-то не сможете выхитрить, да, ну, все прояснится, и как, и как теперь, поэтому нет, вы не выбираете, вы, ну, захотите, вот мне просто любопытно, захотите вы вот выйти в эту позицию, то есть перестать, да, то, что вы боитесь, что я потеряю какие-то шансы, возможности, ну, возможно, после этого расклада, да, захотите, у вас будет шанс появиться, да, и вы захотите попробовать, понимаете, здесь не то, что вы окончательно решите, примите решение, и пойдете, нет, а вам просто будет любопытно, а что, дед, вот просто Елена сказала так, давай я попробую, вот, знаете, иногда даже какой-то вот авантюризм, в вас он просыпается, какая-то вот такая вот афера самим собой, то есть, а я попробую, если мне не нравится, я снова могу вернуться в любой момент, но вот это, вы знаете, вот любопытство попробовать, а что будет тогда, тогда у вас будет другой момент, тогда у вас будет искушение, искушение по поводу того, что а вернуться или нет, тогда у вас будут какие-то другие игры, что-то вы тогда другое себе придумаете, набирать какой-то другой сценарий, то есть, нет такого, чтобы вы как-то вот не угождали, ждали да то есть не будете угождать будете что-то другое делать что тут у меня прямо сама любовь что же здесь будет такое вы найдете какой-то другой способ двигаться вперед а тогда вы перейдете в позицию агрессора то есть не в позицию что я кому-то угождаю прогибаюсь а тогда возможно вот это вот ваша манипуляция она перестанет быть какой-то завуалирована настанет более такой открытый что ли то есть не нравится иди ну то есть вы как-то по-другому будете манипулировать более как-то вот жестче что ли агрессивнее то есть мягко не идет я иду в другую сторону да ну вот здесь что то такое в общем выбирайте имейте ввиду что наш мозг так и знаете такое применение всегда найдет применение своим каким-то способностям не так так и так вы знаете на самом деле вот если бы мне сказали да какая профессия вам подходит вот по этому раскладу и да я бы сказал что вам подходит профессия кризис менеджера до который пришел так посмотрел сделал анализ и вы с первого взгляда поняли так вот здесь вот это лежит неправильно вот это вот это все всем определили да лицу изменили его такой прогресс да то есть вот вы хороший здесь вопрос не в том что вы манипулятор или нет а ваша ваш ум он настроен на то чтобы видеть что не так вы действительно хочется сказать умны и можете просчитывать шаги то есть вам этот навык если он не будет при взаимодействии с другими людьми да когда вы не будете прогибаться его тогда надо будет использовать чем-то другом например как хобби заниматься шахматами да то где-то этот навык сможешь все равно применить и получить от этого какую-то выгоду но если вы допустим не играете в шахматный толк и там я не знаю ребусы какие-то не решаете головоломки какие-то не решать то есть он понимаете вот вы такой человек вы можете вот все запутанные непонятно это мировой какой-то заговор вот вам надо вот все это как 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 некий детектив все это просчитать посмотреть вы это видите вам нужно задействовать всегда свой ум если ваша работа не требует таких способностей да то вы будете проявлять при взаимодействии с другими людьми а если вы и задействуете в работе то в любом случае вас выработается какой-то профессиональный навык и вы будете применять с людьми то есть так или иначе это есть забавная третья позиция вообще на самом деле расклад такой интересный да то есть каждая позиция она по-своему ну вот 2 и 3 я не вижу чтобы люди как-то меняли потому что в этом есть какая-то своя польза для них а те кто находится в первой позиции то велика вероятность да что они перестанут потому что польза от того чтобы не угождать намного больше чем так когда они угождают то есть вот чтобы что-то поменялось в нашей жизни мозг должен понять что то что я хочу привнести это намного ценнее чем то что было не с точки зрения объяснить самому себе что курение это вредит да знаю я но все равно курить бросать не буду да то есть мозг понимает что удовольствие от того что я курю больше чем от того что я не буду курить на как бы нам не говорили там про здоровый образ жизни а здесь нужно не объяснить своему мозгу а надо как-то знаете вы чтобы произошел какой-то инсайд что вот блин вот то есть польза она должна быть в много раз больше чтобы наша привычка изменилась почему потому что если опять-таки это не про объяснение на то есть мы не вы никак не сможете объяснить своей голове что вот это вот лучше да то есть не есть сладкое это лучше чем я не знаю есть каждый день но когда ты живешь в стрессе и ты понимаешь что вот я съем этот кусочек тортика и мне от него будет лучше пускай три секунды а потом три часа я буду маяться желудком да еще плюс ко всему себя винить вот узнать вот за эти три секунды как говорится удовольствие да я готов потом выплачивать очень много всего и разного то есть мозг так понимает здесь как бы вы ни крутили не не вертили не объясняли то есть все мы умные но ясное дело не дураки понимают но здесь не про понимание а здесь нужно найти какую-то такую большую выгоду не про то что хорошо и плохо а про то что выгода чтобы это сделать вот ну повеселили меня конечно я вас тебя с ним рассказать и я прощаюсь с вами я просто думаю в какой день этого расклад выходит чтобы вам ну что вам нужно сказать пожелаю вам отличной недели хорошего дня если вы смотрите с утра на этой неделе как я писала в разделе сообщества в пятничном в раскладе в пятничные рубрики хочу все знать да так я ее назвала мы будем с вами рассматривать момент иллюзии возможно если захотите я запишу отдельный такой ролик для беседки где расскажу свою точку зрения что есть для меня реальность и что есть для меня иллюзия потому что вот в эти дни пока я думала сделать этот расклад у меня родились некоторые такие мысли я конечно же еще их не раскручивала но мне кажется в них есть какое-то зерно такое знаете иногда что-то такое ценно важно но все время скользает его чтобы это поймать надо сесть и расслабиться и посозидать на эту на эту тему поэтому если хотите я смогу записать если нет нет ни вопросов пятницу выйдет расклад мы посмотрим что такое иллюзия вот что нам скажет карта а я с вами обращаюсь пока пока